Очень проблемная часть руки, знаю по себе 10 минут в день выполняется то, что я вам сейчас покажу Ментол, глицерин, кофеин Нос и подбородок в пол, чтобы не перенапрягалась шея Да задолбала ты уже массироваться За неделю подготовки я уже увидела свои красивые руки У меня, знаешь, сейчас этот будет до и после Привет, друзья! Вы на канале Будь Гоцей Я очень рада вас здесь видеть Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео Потому что вас ждет очередная бомба На самом деле было очень неожиданно, что секреты плоского живота Наберут такое количество просмотров И это видео будет в топе вот уже 4 недели Поэтому мы решили, как говорит Мартина, сделать расчлененку по всем частям тела И теперь вас ждут секреты всех других мест В комментариях вы просили снять серию по секрету уходом за руками И также ягодицами Ягодицы не моя сильная сторона, говорю как есть Отсутствие ягодиц на лицо, скажем так А вот о руках я знаю очень много, держу их в тонусе После второй беременности у меня это была проблемная зона И я уделяла им больше внимания, поэтому многим это видео будет максимально полезным Мы все любим открытые топы, красивые сарафаны, платья и руки очень часто на виду Я нащу только футболки Серьезно? Да Я никогда не видела твои руки? Короче, эта серия снята просто по заказу Мартины У нее есть проблема, мы будем ее решать Второй вопрос, будет ли она это все делать? То есть нужно понимать, что это занимает некоторое время Вы должны 10 минут в день выполнять то, что я вам сейчас покажу И тогда буквально через 2 недели вы уже увидите результат Я боюсь уже слова сказать После... Ребят, вы знаете, что у нас очередной шедевр? Помимо Эльфилевой башни у нас еще есть Лук Пашот Если вы не смотрели эту серию, где есть Лук Пашот Обязательно посмотрите эту серию, наш первый тревел-влог из Кана А что делает моя команда за кадром? Какого хрена вы поехали в Кан? И, блин, хоть бы кто-то сказал, что я такое ляпнула И начну я с того, что напомню, что питание, физические нагрузки очень важны Без правильного питания, сформированной тарелки Мы это делали тоже с вами, вы можете посмотреть предыдущие серии И физические нагрузки, хотя бы минимальная, хотя бы какая-то активность Очень важны для организма и для тонуса всего тела Но часто так бывает, что вы видите Тело очень хорошо поддается тренировкам, становится спортивным А руки остаются на исходной точке Они объемные и присутствует некая дряблость Точнее отсутствие тонуса мышц Чаще всего причиной этого есть жировая ловушка Что такое жировая ловушка? Это место, которое самым последним худеет и самым первым поправляется Чаще всего мы с ними сталкиваемся после возраста 28 лет Жировая ловушка – это концентрация жировых клеток, которые ловят половые гормоны А также лишние калории и сахар И, соответственно, в этих местах объемы будут уходить в последнюю очередь Есть разные классификации жировых ловушек По некоторым источникам их 6, по некоторым их 18 Я перечислю некоторые из них и, возможно, вы узнаете свою Возможно, у вас ее нет, это генетика тоже отчасти Итак, самые распространенные жировые ловушки у женщин – это низ, зона живота Я такая втянула живот Это внутренняя часть бедра, которая по комментариям после моих тренировок у многих очень сложно прокачивается Это жировая ловушка Это коленки Кстати, мы к этому еще не пришли, но вопрос очень распространенный Как же привести коленки в порядок? Это внутренняя часть рук Это бока И, конечно же, зона галифе Та самая зона, которая называется ушки Проработать ее, в принципе, можно Это не имея попы, я вам обязательно расскажу, как с этим бороться И подбородок, и задняя холка – это может быть как жировая ловушка, так и следствие неправильной осанки Обязательно напишите в комментариях, что у вас в первую очередь поправляется и уходит при похудении в последнюю Я обязательно почитаю комментарии и отвечу всем Я это сказала? Я реально это сказала? Нет, я всем не отвечу Мне просто интересно, что у кого поправляется В чем может быть причина возникновения жировой ловушки? Как правило, это наследственность, генетика и ваш конституционный типаж Но если вы будете питаться правильно, выполнять физические нагрузки На 10 минут больше уделять своим жировым ловушкам больше времени Возможно, подключите еще к косметологию С уверенностью, могу сказать, вы добьетесь результата В домашних условиях вы, конечно, можете подключать самомассаж Можете подключать любые домашние девайсы, которые улучшают кровообращение и повышают тонус Свой домашний массажер я уже показывала Сейчас просто напомню, как он выглядит Вот это вот такой массажер Вы можете посмотреть в интернете Любой массажер по такому типу Который имеет пальчики и дает какую-то вибрацию Либо стимуляцию Это интересно даже Еще можно вот тут сзади, плечи И живот И бока И коленки Мартина, когда нам уже будут платить? Свойство такое, что нужно создавать любую стимуляцию Я не призываю всех покупать аппараты У вас есть ваши любимые руки, костяшки Как это делаю я? Я смазываю эту зону Сгибаю, правильно, лингвисты? Правильно Да, сгибаю А можно мы на площадку лингвиста пригласить? И массирую вот эту вот зону Вы скажете гоцей Да задолбала ты уже массироваться Тут помассировала, там помассировала Да Ну, это моя работа Поэтому мне совершенно не сложно Главное, не сильно оттягивайте кожу Старайтесь, чтобы она хорошо скользила И для этого я очень рекомендую делать смеси разных масел В интернете очень много информации о том, как подобрать масло И какое основное действие каждого эфирного масла Но есть радикальные методы, такие как креолиполис Есть ультразвуковые аппараты, которые работают на эту часть Которые разрушают жировые клетки или их замораживают И потом через печень чаще всего, да, они так работают все Если я не ошибаюсь, они выходят Нужно понимать, что есть противопоказания, которых очень много Я не специалист и консультировать по этому вопросу не могу Но нужно понимать, что любой этот аппарат выводит все эти клетки через печень И дает токсикацию организму И, конечно же, из безопасных салонных процедур это обертывание Мне очень нравятся вообще, в принципе, все обертывания стикс У них несколько разновидностей Я делаю виски пеленания Оно не самое приятное Но, в принципе, пережить 10 процедур можно На мой организм делаю я его уже много лет Вот раз в полгода Стабильно Дает очень хороший результат Дает тонус кожи Прямо, видимо, из четвертой процедуры И вот совсем недавно я заказала Вот прямо сейчас в кадре вспомнила Что я заказала домашнее обертывание Скажу честно Я его не тестировала Мы можем просто вместе открыть упаковку Посмотреть, как это выглядит Так, ну, в общем, я получила вот такой вот Не буду показывать бренд Потому что я не уверена, насколько оно рабочее Я взяла горячее обертывание и холодное обертывание Для тонуса кожи на самом деле Подходит и холодное обертывание Поэтому, если вы не переносите ничего теплого Массажные крема Смотрите, крема, которые обладают холодящим эффектом Так, это обертывание домашнее Здесь пахнет неплохо Здесь два вот таких вот А, они уже смочены в растворе Два вот таких вот влажных бинта Так Это эластичный бинт В принципе, такой же бинт, как используются при виске пеленания Вот И если бы я это делала Задача Чтобы кто-то помог Кто пойдет помогать Мартина вызвала сделать мне домашнее обертывание Вот так Вот так Под моим щутким руководством На плечо больше На плечо больше натянуть И что, вот так я сделала тебе Все, и я теперь, сейчас я посмотрю инструкцию Так, охлаживающий антицеллюлитный бандаж Итак, это охлаждающий Значит, здесь Ментол, глицерин, кофеин О, это, кстати, один из самых сильных липолитиков Все крема с кофеином и с гуараной в составе Они вот как раз стимулируют Активную работу с жировыми клетками 20 минут Рекомендуют мне в этом постоять Но я буду снимать Значит, по моим ощущениям Это супер холодно То есть прям активное крио Из упаковки я использовала Один бинт Второй бы у меня сейчас, наверное, пошел Как раз на зону живота и бока Класс Все, разобрались Оказывается, на обертывание можно больше не ходить Пахнет, как будто бы кто-то пописал Натуральный инфриденция в косметике всегда Да Ну что, переходим к активной части этой серии Начинаем делать упражнения Первые три упражнения будут направлены на разогрев мышц Но, скажу честно, по своей практике Неокрепшим рукам даже этих трех упражнений будет достаточно для того, чтобы устать Не пытайтесь выполнить все сразу Идите постепенно От этого эффект не уменьшится Вы сначала укрепите руки А потом начнете работать непосредственно с тонусом Первое упражнение одно из моих самых любимых Оно у меня в практике, наверное, лет 20 Когда-то я принимала участие в модельном конкурсе И перед постановкой непосредственно конкурса Всю неделю подготовки нам давали хореографию Это была часть подготовки к дефиле И как раз от хореографа я узнала об этом упражнении И запомнила его, так как за неделю подготовки я уже увидела свои красивые руки Да, раньше, кстати, модели готовили конкурс Не знаю, как сейчас, но у нас была прям хореография Обязательно мы делали разное Итак, мы становимся ровно Мы опускаем плечи И задача сделать взмах крыльями Из технических важных моментов Это то, что локоть идет в потолок Мы как будто бы поднимаем локоть Здесь выворачиваем локоть вниз И опускаем Руки постоянно напряжены То есть вы очень красивая птица Станете перед зеркалом Посмотрите, насколько это прекрасно При этом не поднимайте плечи Не зажимайте шею Не старайтесь выполнить это упражнение При помощи трапециевидных мышц Потому что мы сейчас не качаем шею Мы не хотим раскачать себя вот так вот Хотя с этим упражнением невозможно Но тем не менее Лишняя нагрузка здесь не нужна Итак, делаем взмахи Начните с 20 взмахов Поделайте их неделю Потом повысите на 5 Делайте 25 Всегда чуть-чуть добавляйте Красиво? Да? Плечи опущены у нас Дышим свободно Локоть идет вверх Руки все время напряжены Мартина, я не вижу, как ты повторяешь А? Я не вижу, как ты повторяешь Я делаю руки Я делаю руки Второе упражнение для разогрева Это будут ножницы Мы точно так же опускаем плечи Раскрываем грудной И делаем короткие движения Вас за пальцы рук Вас за пальцы рук всегда вытягивают Представьте такое ощущение Что у вас прям есть сопротивление Как будто бы на вас давит какая-то Не знаю, вот Ледяная глыба И опускает ваши руки вверх При этом вы с усилием Их поднимаете наверх Все это в движении И точно так же Опускаете вниз И третье упражнение нужно выполнять возле стены Оно есть в двух вариантах Значит, становимся возле стены Затылком упираемся в стену Плечами в стену Обязательно лопатки тоже прикасаются к стене И отсюда Вдоль стеночки Напряжены руки Как будто бы вы здесь растягиваете резину Опустили Не отрывая ни одну часть тела Ох, кайф У меня сейчас слюнки потекут Как я это все люблю вообще И второй продвинутый вариант Мы делаем все то же самое Только сидя И хочу заметить, что вот это упражнение Оно не только для рук Но и для осанки Мы садимся В ровный угол Подтянуть живот Коснуться поясницей И лопатками стены Также затылком Носочки на себя сократили И из этого положения Медленно Медленно Опускаем Не меняя положение корпуса В этом упражнении Руки максимально приклеены к стене То есть вы даже немножечко Толкаете стену руками И сводите Локти Как можно ближе К талии У этих упражнений Совершенно нет никаких противопоказаний Они будут полезны В любом возрасте Обязательно кайфуйте От того, что вы делаете И хочу заметить Что очень большое количество Упражнений с гантелями Вы можете найти в интернете Поэтому я их показывать не буду Все виды разведения Сведения подъемов Главное помните Что вы поднимаете все До уровня плеч Не бойтесь работать с гантелями Поскольку многих пугает Что они раскачают руки Обычными гантелями Дома до 3 килограмм Или там бутылками с водой Либо с песком Что у вас есть Вы руки не раскачаете Упражнение без оборудования Оборудование будет ровно Коврик И на обратное отжимание Нам понадобится стул Ухожу в упор лежа Покажу вариант для начинающих Это отжимание с колен Отстроились Хорошо Мы выходим в топ тейбл Отсюда переносим плечи Чтобы плечо было Прямо над кистью Таз у нас не стоит домиком И не провисает вниз Здесь нужно найти нейтраль Вы можете несколько сделать движений И определить какое нейтральное Из этого положения Вы выводите таз В ровную линию с корпусом Из этого положения Мы делаем по небольшому отступлению В сторону И это называется Руки шире плеч Здесь мы заворачиваем ладонь Под 45 И в этом положении Уходим вниз И смотрим Есть ли у нас прямой угол В локте У меня прямой угол? Да Отлично Хорошо И выполняем отжимание Следите за техникой Сейчас мне очень важно Выполнить 20 отжиманий Намного важнее Выполнить 5 Но технически правильно Для того, чтобы вы не подключали поясницу Не было лишней нагрузки на суставы Если вы новичок в отжиманиях И не знаете точно, как правильно отжиматься Тогда начинайте с упора лёжа И подъёма Это азы, с которых вы будете переходить На следующий уровень Но вообще в целом Повезло тем, у кого большая грудь Отжиматься нужно до касания грудью пола В моём случае Это практически упор Ладно, поехали Когда вы освоите такие отжимания Не стесняйтесь переходить в упор Полный Не с колен, а со стоп Исходное у вас точно такое же Да, я уже запомнила, где стояли мои ладони И не буду начинать все отстройки сначала У меня, знаете, сейчас этот будет до и после До снятия серии и после снятия серии Я сейчас такая буду вся рельефная Так, я смотрю, отжимания очень хорошо у меня тут заходят Я вам покажу ещё одно отжимание Которое называется крокодил Исходная точка у нас такая же, да, делаем его с колен И одна, допустим, левая рука уходит практически под грудь Разница в том, что правая рука будет уходить с прямым углом в локте А левая рука будет уходить вдоль корпуса Называется пилатес отжимания Также их очень часто используют в йоге И мы делаем, допустим, пять на правую руку И потом такая же смена И такая же смена Выставляем руку Проверяем Хочу заметить, что вам совершенно не обязательно начинать ваш путь к идеальным рукам Именно со всего этого сета Вы сначала освоите один вид отжиманий Потом понемногу добавляете второй И пусть крокодила это уже будет средний уровень Поскольку продвинутый у нас ещё впереди На самом деле я могла бы показать видов 15-20 отжиманий Но сокращу программу на сегодня И покажу ещё один вариант Где каждая рука работает изолированно Это на трицепс Очень проблемная часть руки Знаю по себе Если начинать уделять ей немного меньше времени При всей моей натренированности Она начинает смотреться Ну, не так привлекательно Хорошо, мы ложимся на бок Здесь очень простые отстройки Ложимся на бок Здесь остаёмся и просто лежим Хотела бы я так сказать Сгибаем немного ноги И выводим колени вперёд Живот подтянут Нижняя рука обнимает талию Верхняя рука упирается в пол Ладонь на себя Ладонь примерно на уровне плеча И отсюда наша задача Упираясь вот на вот эти вот подушечки Под большим пальцем Сделать подъём Касание Нос и подбородок в пол Чтобы не перенапрягалась шея Всё Всё то же самое мы делаем на вторую руку Я сделаю для баланса Так, вывели ноги вперёд Обняли себя за талию Поставили руку И поехали И ещё одно упражнение на трицепс Из оборудования нужен будет стул Также можно использовать диван Но я бы не рекомендовала Потому что ваши запястья должны упираться стабильно Для того, чтобы вывернуть, не подвернуть И, в общем, чтобы упражнение было наименее травмоопасным Многие, кто тренируется со мной давно Знают этот стул не понаслышке Мы выполняли на нём Это мой самый обычный кухонный стул Достаточно стабильный Мы выполняли на нём очень много разных упражнений Особенно во время карантина Исходное положение Ладони смотрят вперёд При этом локти уходят назад Очень важно, чтобы они шли по одной линии В тот момент, когда вы опускаетесь вниз Кстати, кто не контролирует, можно надеть резинку Либо йоговский ремень Окей, хорошо Таз у нас на весу Грудь вперёд Не зажимайте, не прогибайтесь, не морщитесь Достаньте шею из плеч Выведите грудь И здесь уходим вниз Как будто бы вдоль стеночки И выдох вверх Вниз Наверное, всё-таки стоит показать, как делать не нужно Вот так делать не нужно Не выводите таз вперёд И не разводите ваши локти в нижние точки Ну и даже вверх В общем, не разводите ваши локти Таз идёт у нас вдоль стула И локти всегда смотрят назад Здесь мы очень хорошо включаем трицепс А также плечи И очень распространённая проблема среди женщин Это, конечно, вот этот вот подмышечный сарафан Так его назовём Я бы называю, честно, немножко по-другому Но, скажем, подмышечный сарафан Бывает такое, что вы надеваете вещь не по размеру Или слишком узко сидящее бельё И тогда кожа поднимается вверх И здесь образуется складка Но также причиной возникновения этих складок Может быть слабый мышечный каркас спины Неправильная осанка Это заваленные плечи вперёд И короткие грудные мышцы То есть, по сути, если у меня плечи не опущены И лопатки не сведены И рёбра не закрыты У меня есть прекрасный сарафан Для того, чтобы его не было Я делаю вот так И покажу буквально несколько упражнений Которые могут быть вам полезны Как раз направлены на удлинение грудных мышц Соответственно, вы запомните эту позицию Выполнять нужно ежедневно Ежедневно потребуется для этого вам всего 2 минуты Ну, слушай, ещё важная вещь – это самоконтроль Да, потому что я тоже иногда хожу вот так вот Я сразу получаю всё здесь с писечкой Для выполнения этих упражнений вам понадобится дверной проём Звучит хорошо Дверной проём в мою спальню Подопру Тиной Карли свою дверь Смотрите, вначале ваши руки могут быть внизу По мере открытия и растяжения Они будут подниматься То есть вы будете увеличивать амплитуду Не пытайтесь сразу выйти, когда руки на уровне плечей Начните где-то ниже Смотрите, чтобы не зажало пальцы дверью И выходите вперёд Всё, в этом положении мы не задерживаем дыхание Мы дышим спокойно, равномерно И по мере того, когда вы сможете себе позволять поднимать руки вверх Вы увеличиваете амплитуду Плечи при этом не зажимают шею Они опущены Смотрим в горизонт Это упражнение не может быть первым Вы должны хорошо разогреть свой плечевой Если вы хотите делать только это упражнение Пожалуйста, начните с тех трёх первых упражнений для разогрева Для того, чтобы вы ничего себе не порвали И не травмировали себя Ой, вот это хорошо Вот отсюда вот прям просто руки опускаются И всё на своих местах И второе упражнение Это вы просто берётесь за проём Можете просто за стенку, за любой проём И разворачиваете корпус Я при этом всегда немножечко приседаю Не знаю, зачем мне так нравится И вы чувствуете растяжение вот как раз в этой части Теперь идём сюда Порастягиваемся на всех проёмах в этой квартире Опять-таки, вы можете начинать здесь Можете начинать здесь Ой, отлично Кайф А мы для жопы пригласим жопную модель Есть такие модели, у кого есть красивая пупа? Нет, она у меня красивая Просто все хотят орешек А у меня генетическое строение такое, которое я уже приняла Но да, у меня нет талии Типа в комментарии Да, у меня нет талии Я с этим смирилась И не пытаюсь ничего с этим сделать Но зато у меня есть длинные ноги Красивые руки Окей, хорошо Спасибо вам большое, что вы посмотрели эту серию Обязательно пишите мне комментарии Какие бы части тела вам были ещё интересны Ставьте лайк этому видео И мы с вами увидимся ровно через неделю Целую, пока Ох, яааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа